Проект Казанская Академия Футбола на самом деле уникальный. И без ложной скромности скажу о том, что аналогов тому, чего мы собираемся сделать в Казани, просто-напросто нет в мире. То есть наша задача не просто воспитания республиканских мальчишек, именно республиканских и казанских, по причине того, что я сам коренной казанец и я ратую за именно подготовку республиканских и казанских футболистов. К сожалению, ни для кого не секрет, что в составе футбольного клуба «Рубин» не представил ни одного футболиста. И я как мальчик, который с шести лет ходил пешком до стадиона и занимался всем этим делом, я беспокоен именно вот этой проблемой. И поэтому основная задача воспитания именно местных футболистов для того, чтобы все-таки казанский «Рубин» в первую очередь получал футболистов доморощенных. И, соответственно, наша задача также готовить футболистов для республиканских команд. То есть это КамАЗ-набережная черная, то есть это нефтехимик Нижний КамАЗ, который сейчас успешно пытается решить вопрос выхода в первую лигу. Сегодня ключевой матч с командой Уфы. Я сразу после пресс-конференции отправляюсь туда. И главная проблема какая любого интерната, любой школы? То, что в футбольный клуб попадает в лучшем случае один футболист из одного возраста. На протяжении долгого времени мы прекрасно видим, мы контролируем ситуацию, что действительно это будет один, два, три человека, которые заиграют действительно в большой футбол. Но наша задача организовать футбольную деятельность ребят, которые, ну, допустим, могут оказаться в первой лиге, во второй лиге, опять же, да. И если уж совсем у кого-то не получается, да, то в любом случае люди, получившие АЗы командного воспитания, мы их можем использовать и в качестве администраторов футбольного клуба, и в качестве докторов, и в качестве менеджеров. То есть наша задача организовать безотходное производство вообще как таковое. На начальном этапе все обучение для членов Академии бесплатное, но по итогам, значит, выхода уже птенцов, скажем так, футбольных в свет, только после этого у футболистов начинают отчисления фунта Академии. То есть изначально мы вкладываем деньги футболистов в организацию, в подготовку, и только после того, как они начинают зарабатывать деньги, определенный процесс с их контракта на протяжении всей футбольной карьеры отчисляется в фунт Академии. Следующая проблема, которая существует у любого профессионального спортсмена, это постпрофессиональная не жизнь даже, а существование. В большинстве случаев, если спортсмены остаются в команде в качестве тренера, в качестве администратора, там, либо еще кого-то, то есть если удается зацепиться, то они продолжают двигаться вот в этом направлении и, скажем так, чувствуют свою причастность. Все остальные, как, значит, отрезанные ломоть, очень сложно людям просто-напросто себя в жизни найти по причине того, что все профессиональные спортсмены, они находятся в определенного рода оболочке. Их кормят, поют, одевают, возят, привозят, да, посадили на самолет, отыграли, привезли. То же самое с бытом, жены, дети и прочее, и прочее. Вот, когда человек оказывается без этого, без этой отеческой заботы, они в большинстве случаев теряются. Наша задача, как Академии, дать возможность в обязательном порядке остаться этим людям, профессионалам именно в этом деле. Потому что футбольное сообщество, оно огромное, от Калининграда до Владивостока, это большой круг знакомых, огромное количество команд, с которыми мы поддерживаем прекрасные отношения. И поэтому наша задача пристроить в обязательном порядке будут тех людей, которые уже отыграли свою профессиональную карьеру, для того, чтобы они передавали свой опыт дальше. И последний момент, опять же, ну, не последний, а, скажем так, третий этап, это ветераны казанского футбола, который уже, ну, по большому счету, не имеет и профессиональной практики, и по времени, и по своему состоянию мы их используем в качестве членов наблюдательного совета, которые худо-бедно, но принимают участие в жизни и в организации Академии. То есть они не имеют какого-то, ну, серьезного статуса в плане руководства, в плане, значит, каких-то выработки определенных направлений. Мы просто-напросто используем их опыт и держим их рядышком для того, чтобы люди чувствовали свою причастность и нужность элементарно. Потому что, находясь на пенсии, очень сложно при том условии, что они всю жизнь этим занимались, и когда, опять же, выходят на пенсию, они просто-напросто не чувствуют себя нужными. Вот таким образом мы привлекаем, скажем так, и пенсионеров к нашему проекту. Вот, на мой взгляд, две лучших школы в мире, это школа Барселоны и школа Аякса, но и школа Барселоны, и школа Аякса до того момента, до 23 лет воспитывают футболистов. До 23 лет. Дальше 23 лет они не сопровождают. Моя задача, моя задача, не только до 23 лет воспитывать футболистов, а вести их дальше. То есть я рассказал вот эту программу. Этим не занимается никто. Никто не занимается. Вот наше принципиальное отличие. А насколько, скажем, вот ваш термин, так сказать, наши футболисты широко распространяется, ареал распространения, то, когда там стал, или, скажем, такая непапая на территории, как... Ни в коем случае. В обязательном порядке. В первую очередь мы ориентируемся на республиканские команды. Рубин, КамАЗ, нефтехимик. Если нашими выпускниками нашей академии не заинтересовался ни первый, ни второй, ни третий клуб, то мы свободно, на свободном трансферном рынке пытаемся организовать профессиональную деятельность наших футболистов. То есть приоритет, естественно, республиканские команды. Если они не проявили заинтересованность, то, соответственно, это Чебоксары, это Южкарова, это Владивосток, это Барселона, это все, что угодно. Потому что не факт, что мальчик, который не заиграл в Рубине, в Нижнекамске и в Набежных Челнах, он может оказаться в Барселоне на самом деле. Потому что подход и футболисты в разных командах с разными возможностями, они не всегда, не всегда, ну, сразу попадают туда, куда нужно. И поэтому здесь никаких ограничений нет. Еще раз повторюсь, что в первую очередь это республиканские команды, потом это свободный трансферный рынок.